Шелл построит гигантскую плавучую ветряную электростанцию в Южной Корее. Крупнейшая в мире нефтегазовая компания Шелл владеет 80% акций совместного предприятия, которые называются Мунмубаром. Оставшиеся 20% принадлежат Коэнс Хексикон. Последняя, сама по себе является совместным предприятием в Коэнс со штаб-квартирой в Южной Корее и шведской фирмы Хексикон. В заявлении, сделанном ранее на этой неделе, Шелл сообщила, что проект находится на стадии технико-экономического обоснования. В случае строительства ветряная электростанция мощностью 1,4 гигаватт будет расположена недалеко от Ульсана, прибрежного города и промышленного центра на юго-востоке страны. Ожидается, что станция будет производить до 4,65 тераватт-часов энергии в год, обеспечивая электроэнергии более 1 миллиона домашних хозяйств. Шелл рассматривает морскую ветроэнергетику как ключевую часть нулевой энергетической системы, как в Южной Корее, так и во всем мире, заявил в среду генеральный менеджер Шелл по морской ветроэнергетике в Азии Джон Най. Формальное учреждение предприятия Мунмубаром происходит в связи с тем, что власти Южной Кореи нацелены на углеродную нейтральность к 2050 году. Страна хочет, чтобы доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии достигла 20% к 2030 году. Одним из преимуществ плавающих турбин является и то, что они могут быть установлены на более глубокой воде по сравнению с закрепленными на дне турбинами. Как отмечает консалтинговая фирма Carbon Trust, участки, расположенные дальше от берега, имеют тенденцию извлекать выгоду из более стабильных ветровых ресурсов. А это означает, что плавающий ветер может обеспечить более высокую урожайность. Хотя Shell работает над проектами в области возобновляемых источников энергии и заявляет, что к 2050 году хочет стать энергетической компанией с нулевыми выбросами, она остается крупным производителем ископаемого топлива. В феврале компания подтвердила, что ее общая добыча нефти достигла пика в 2019 году и заявила, что выбросы углерода достигли пика в 2018 году и составляли тогда 1,7 гигатонн в год. Норвежская экономика намерена быстро расти в течение следующих нескольких лет, когда страна восстановится от пандемии и перейдет к периоду неизбежного повышения ставки Центробанка. Об этом говорится в отчете статистического управления Норвегии, опубликованного в пятницу. Общество возвращается к нормальной жизни, а подъем в норвежской экономике продолжается. Пандемия COVID-19, тем не менее, продолжит оказывать дальнейшее влияние на экономику на долгое время. Об этом пишет ССБ. Ожидается, что первый скачок процентных ставок будет в сентябре. Не связанный с нефтью валовый внутренний продукт вырастет на 3,6% в 2021 году. Прогнозирует ведомство после роста более чем на 3,1% наблюдаемого в июне, а в следующем году составит от 3,8% до 4,1%. ССБ одновременно поднял прогнозы роста на 2023 и 2024 годы. Норвежский Центральный банк в прошлом году сократил ставки на уровне 0%. Регулятор заявил о намерении поднять ключевую ставку дважды в этом году и три раза в 2022 году. Этот процесс, вероятно, начнется на следующем совещании по денежно-кредитной политике, назначенном на 23 сентября. Ключевой уровень ставки, вероятно, увеличится до 1,75% в 2024, предполагает ССБ в соответствии со своим предыдущим прогнозом. Статистические прогнозы в Норвегии основаны на действиях властей, планирующих полностью вакцинировать около 90% взрослых норвежцев в течение следующих 4-6 недель, опять же сообщает ССБ. Если эти предположения не выполняются, дальнейшее восстановление экономики займет больше времени, чем мы рассчитываем, пояснили в ведомстве. Инвесторы подготавливают свои портфели к потенциальной волатильности фондового рынка, даже когда акции колеблются около новых максимумов после 7 месяцев роста. Коммунальные предприятия стали сектором с лучшими показателями S&P 500 в этом квартале с ростом на 10,2%. За ними последовали другие популярные направления для обеспокоенных ситуаций на рынке инвесторов, включая недвижимость и здравоохранение. Это говорит о том, что некоторые инвесторы ожидают, что спокойствие на рынке акций сменится более выраженными колебаниями цен в ближайшие недели или даже месяцы. Между тем, японская иена и швейцарский франк, которые во времена неопределенности считались убежищем, в этом квартале превзошли большинство валют из списка большой десятки. Это был год положительной рыночной доходности, но это бычий рынок, имеющий довольно защитный оттенок, сказала Сайра Малик, глава отдела глобальных акций Newin Investments. Спрос на защиту от убытков иллюстрирует загадку, которая озадачивала инвесторов в разное время во время пандемического всплеска рынка. Сверхнизкая доходность по фиксированным доходам оставила мало альтернатив акциям, и ставки против акций были катастрофической стратегией в последние полтора года. Акции продемонстрировали свою устойчивость в пятницу, когда СНП, казалось, не обращал внимания на слабые данные по занятости в США за август, поскольку некоторые участники рынка сделали ставку на то, что более слабая экономика может подорвать аргументы в пользу решения Федеральной резервной системы о том, что в ближайшее время она может свернуть свою поддерживающую рынок политику легких денег. Контрольный индекс в этом году вырос на 21%, в то же время многие участники стали проявлять беспокойство на рынке, который прошел 292 календарных дня без снижения на 5% и более того, почти в три раза превышает средний показатель со времен Второй мировой войны. Что же касается макроэкономики, то данные по индексу цен производителей в США в августе на следующей неделе могут дать некоторые подсказки о том, как формируется инфляция после того, как июль показал самый большой годовой рост за более чем десятилетия. По словам Рос Мейфилд инвестиционного стратега Бейерт, в связи с тем, что дельта-вариант коронавируса продолжает сдерживать экономический рост, многие инвесторы видят, возможно, некоторые препятствия и занимают более оборонительную позицию. Аналитики Морган Стэнли на прошлой неделе снизили свой прогноз на валовый внутренний продукт США в третьем квартале до 2,9%, с роста на 6,5%. Некоторые из потоков средств защитные сектора могут быть больше связаны со стремлением инвесторов найти новые возможности по доходности, чем с опасениями по поводу надвигающегося краха рынка. Подробнее об этих и других новостях читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Продолжение следует...